Сотрудники автоинспекции прибыли в поселок Пинчуга утром. Одна из главных задач провести рейд по нарушителям, коих в итоге оказалось немало. За целый день инспекторы столкнулись со множеством нарушений, и чаще всего это отсутствие разрешительных документов у водителей. И все же главное профилактическое мероприятие впереди. Это встреча со школьниками. Именно так с жестких кадров различных столкновений начинается встреча инспекторов со школьниками. В интернете можно найти тысячи видеороликов с различными автокатастрофами. И все же впечатлить молодых ребят удается. И им становится понятно, о чем далее пойдет речь. Водители просто не могут увидеть вас, когда вы передвигаете с нарушением правил дорожного движения. Сейчас подъезжают в школу, наличие тротуаров имеется, зачастую все идут по проезжей части. Дети – одна из самых незащищенных категорий участников дорожного движения. Отсутствие знаний о правилах движения, невнимательность и беспечность приводит к дорожным авариям, в которых ребенок может пострадать, а то и погибнуть. Начальник отдела ГИБДД Дмитрий Цих напомнил школьникам основные правила поведения на дороге. Переходить в проезжую часть, мы уже люди взрослые. Переходить в проезжую часть необходимо в районе пешеходных переходов. Если они отсутствуют на перекрестках, если отсутствуют в грязи перекрестки и пешеходные переходы, на части-части проезжей частей, где хорошо видно, рассматриваться слева-справа. Следующая часть встречи уже с родителями. Именно на них лежит ответственность за обучение своих детей правилам дорожного движения. Родителям напомнили, что дети следуют примеру. И если мама и папа будут нарушать правила движения, то вслед за ними нарушителем станет и ребенок. Обратили внимание на то, что в одежде детей мало светоотражающих элементов. А ведь именно они помогают детям стать заметнее на дороге. Чтобы ходить вовремя, мог заметить ребенка, необходимо проконтролировать, что затворяющий элемент, мысли отражать полоски различные, значки находились на одежде вашего ребенка, на наружной одежде. Я думаю, когда ваш ребенок идет со школы или в школу, то есть таких зачастую на одежде, насколько происходит происшествие, не видно никогда, что есть отражающий элемент. В свою очередь родители пожаловались на состояние уличнодорожной сети, отсутствие знаков перехода и нечищенные от снега улицы. Инспекторы пообещали проверить дороги и принять необходимые меры к устранению возможных нарушений. А родители дали слово прививать своим детям привычку соблюдать правила движения. Родитель имеет самую важную роль в том, чтобы обезопасить своего ребенка. Только родитель должен донести до него, как себя вести на дороге, как переходить, где переходить, в каком месте. Не стоит ни бегать, ни прыгать на дороге, ни играть. Если мы не научим этому детей, никто им больше это не расскажет и не покажет. Все зависит только от родителей.